Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Песня про символы будущих смазков. Пропала собака, живущая в нашем дворе. Она отзывалась на кличку Люси в детворе. Ей каждый готов был свой завтрак отдать, А я ей котлеты носил. Люси. 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 Страна ФМ плачет. Пропал аппетит у детей. Казманов приехал, чтоб спеть о собаке своей. На улицах пробки идти далеко, приехать пришлось на такси. А как звали собак все вместе? Люси. 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 крутую но между прочим у этой же песни изначально был текст другой про человека да вот про девушку про девушку понимаешь вот эта песня которая была написана еще до того как я вышел на сцену а потом у отца пропал голос и он эту песню спеть сам не смог и отдал ее мне но так как правит девушку было неправильно исполнять ребенку особенно в советское время девушка превратилась в собаку вот так получилась звучит так цветные рекламы на влажном асфальте дрожат мы с ней повстречались когда от дождя я бежал жаль не было времени поговорить и лишь как зовут я спросил остальное вы знаете а ну да радио дорогой но есть у тебя и совсем совсем новая песня которая на некоторых станциях уже зазвучала с чем мы тебя и поздравляем мы конечно ждем клип скажи сразу же нас парад и будет ли он песня клип безусловно будет мы сейчас как раз выбираем режиссера и думаем над тем как собственно будем эту историю показывать потому что конечно каждая песня эта история это свой видеоряд и у меня на самом деле когда я пишу песню у меня уже в голове есть какие-то краски какие-то оттенки в которых клип должен быть вот и всегда я пытался как то есть просто режиссер нужно воплотить по сути как раз а твою фантазию твои видения или все-таки с его стороны тоже требуется еще видение нашего директора мы коллективно творим визуальные образы есть куча идей которые нельзя просто пропускать мимо ушей которые мы тоже периодически принимаем вот еще у меня есть страшная мечта снять все-таки клип на песню фары вот это страшно но песня появилась в прошлом году и в принципе снимать клипы на песни которые когда-то уже не так актуально но это тоже история которая хочу показать там чумовой совершенно сценарий и мы ищем время и возможности тоже эту идею реализовать конечно тем более что нужно вдохнуть и в телевидении эту песню эту историю очень красиво как-то звучит вдохнуть в телевидении это кстати да случайно сейчас постановилось вот видишь какое вдохновение это просто это все потому что родион песня родиона да что у нас дальше а дальше у нас песня про любовь и физику которая называется гравитация уро Ла-ла-ла-ла Лежимся в разные стороны Ты на орбите, а я под водою О разных вещах мы мечтаем с тобою Хрупкой снежинкой космической станции И ты за пределами моей гравитации Я искал тебя на Земле Я искал тебя в космосе Я устал всем богам объяснять, что мы созданы, чтобы быть вместе Но ты улетела и не вернуться Мне не догнать тебя, не дотянуться Мне дозвониться, не отгрещаться Ты за пределами моей гравитации Солнце для всех одинаково светит Мы получили счастливый билетик Но почему-то обратно приходится сдать его Много терпения, трещина в темне Лбом не разрушить кирпичные стены Я меня лаю, и ты, Елена, прекрасная И ты за пределами моей гравитации Я искал тебя на Земле Я искал тебя в космосе Я устал всем богам объяснять, что мы созданы, чтобы быть вместе Но время не лечит, время калечит Знают, когда я и с кем ты замечен Желтая пресса и папарацци И ты за пределами моей гравитации Я искал тебя на Земле Я искал тебя в космосе И я устал всем богам объяснять, что мы созданы, чтобы быть вместе Но будем вести себя тихо, как мыши Ты эту песню вряд ли услышишь Даже на радио, даже в ротации Ты за пределами моей гравитации Ты за пределами моей гравитации Ты за пределами моей гравитации Браво! Песни, которые лишают гравитации, хочется взлететь Родион Газманов сегодня в концертном зале на телерадиоканале «Страна FM» Хочу тебе сказать огромное спасибо за эту песню И за эту песню в том числе Спасибо Ну, очень любая Она какая-то прям настолько светлая, искрящаяся, воздушная Я не знаю, но что-то не магическое Как тебе удалось это сделать, даже не рассказывай А то сейчас все начнут повторять за тобой и будут это пытаться воплотить Вообще, Сашенька, надо заметить, что команда прекрасно сыграна Прекрасно За что спасибо руководителю И за что спасибо, надо сказать, наверное, концертному графику Да, у нас было... Расскажи-ка, какой же у вас график? Сколько у нас было? 24... Да, у нас было 24 концерта в марте Вот На самом деле больше Еще марки кончился В том числе, по-моему, в Крыму, да, вы побывали тоже? В Крыму был дичайший марафон Мы отпели 8 концертов за 4 дня Причем в первый день Причем концерты не там Просто приехали, выступили 3 минуты и уехали А нормальные такие часовые, сольные концерты Причем в первый день 3 концерта на воздухе Часовых таких вот 3 концерта И я вошел в этот концерт, в этот тур с Сангиной И долечил ее прямо по ходу Я пел как мог Разговаривать не мог вообще Это был дикий совершенно Сейчас все в порядке, ты уже восстановился? Я сейчас владею голосом Ну, мне кажется, что-то да Ты уже наблюдаешь со стороны Какую именно песню публика считает, наверное, своей самой любимой в твоем репертуаре? Как тебе кажется? Ну вот у меня есть такой момент, когда я подвожу к песне Люси Я выхожу на сцену, говорю гитару, говорю Знаете, есть песня, которая нас всегда просит спеть Как вы думаете, какая? И в последнее время в городах все кричат парами И это невероятно приятно слышать Я подумала, что это гравитация будет, если честно Когда ты сказал в начале программы Вот сейчас Я, кстати, за парами Самая все-таки песня, которая воспринимается публикой И ассоциируется, опять же, с нами Это парами И это невероятно приятно, потому что, наконец, популярность Обрала песня, которую я написал сам И это еще при том, что песня оказалась вообще вне возраста То есть ее очень любят и очень молодые люди И для взрослого поколения она тоже очень-очень близка и понятна У всех есть... у каждого человека есть такая вот история Пара Человека, с которым они когда-то, возможно, любили друг друга И с которым почему-то не могут быть вместе снова Во время концертов я часто прошу тех, кто эту песню с собой ассоциирует У кого была такая история, поднять руку И сразу выступаешь на каком-то городском празднике Да, там 20 тысяч человек на площади И больше половины из них поднимают руки Это потрясающее зрелище Это очень захватывающе Видеть, как твоя песня у кого-то уже в душе находится Это очень важно на самом деле А как она у тебя рождалась? Легко или в муках, может быть? Никак не мог подобрать рифму или что-то в этом духе? Песня написалась довольно быстро Мы сидели на кухне, музицировали И как-то вот вдруг возникла фраза «параллельные пары» И вот как-то все это друг на другу наложилось И песня написалась Написался куплет-припев Потом через буквально 2-3 дня я уже жил в этом состоянии Вот чего я больше всего боюсь, когда пишу песню Это выйти из этого состояния и не дописать Потерять настрой Это же как объяснить Песня пишется каким образом? Ты как будто с закрытыми глазами, завязанными глазами Руку засовываешь в какой-то черный мешок И потихонечку тащишь И потихонечку, чтобы не оборвать нить Потому что если обрываешь, получается недописанная песня Вот я не оборвал, и песня буквально за 2-3 дня была написана Ну ты, конечно, наверняка не был уверен, что она так полюбится и уйдет в народ Не выделялась Или все-таки знал Я впервые знал точно Обычно я не испытываю какой-то такой большой уверенности по поводу песен Но по поводу песни парами я знал с самого начала Как только дема появилась под гитару Я знал, что она зайдет Что ее поставят Но я не мог думать, что ее еще и полюбят А ее полюбили И что она будет еще долго-долго жить Друзья, она зашла Ее поставили и полюбили А сейчас она в эфире «Страны.ФМ» А, Вора! Какое счастье! Смотрю, смотрю в твои глаза Я не хотел мешать, легко сказать, когда твое и чье-то счастье замерли в балансе на весах Парами танцевали мы, парами и глазами уставыми Парами, параллельными взглядами, параллельными взглядами Мы друг друга не отпускали Мы друг друга не отпускали Парами, параллельными взглядами, параллельными взглядами Мы друг друга не отпускали Там, где раньше был огонь, выжженный песок, лед Следы Следы Снегом заметет Но все вернется Вспомни, как мы танцевали Парами Парами Парами, танцевали мы, парами Парами, параллельными парами Парами, танцевали мы, парами И глазами уставыми Мы друг друга не отпускали Парами, параллельными взглядами Парами, параллельными взглядами Мы друг друга не отпускали Смотрю, смотрю в твои глаза Бездонные Бездонные Как озера Друзья Родион Газманов, Василина Краснословодцева Парами, роскошная песня Все это великолепие здесь На весеннем, вечернем телерадиоканале Страна ФМ И еще вот сколько бы ты эту песню не слушал Она не надоедает Ловлю себя на мысли Переключая разные станции Телерадиоканал Страна ФМ Слушая и наблюдает Очень могу сказать Сколько бы раз я не звучала Сколько бы раз мы ее не успели Нам пока тоже Скажите, кто делал аранжировку песни Песню Парами, как и очень многое в том, что мы делали Делал Паша Дугин Паша, привет большой Все, что вы слышали, кроме Люси Люси не больше постарше Отдельное спасибо за партию соло-гитары Прекрасно В каждой песне В каждой песне блистаем Все очень красиво Все очень красиво Ордион, что еще в этом году мы ждем от тебя и этого коллектива Расскажи, похвастайся Ну про клип я говорил У нас в планах несколько туров Довольно больших и интенсивных Хвастай где, когда чего Про октябрь говорим, Катя? Катя дает добро? Судя по всему, что-то значимое, да В октябре будет большой сольный кон... не будет? Не будет? Не будет Окей В общем, следите, пожалуйста, за моим инстаграмом Ротпер13 Вот, там будут все афиши, которые... У нас очень... У нас потрясающее взаимопонимание с Катей Мы уже почти 6 лет вместе работаем Вы глазами общаетесь Про Катю тоже написано в инстаграме у Родиона Я не слышу Но когда Катя пытается мне жестами или мимикой что-то объяснить Я ничего вообще не понимаю Но зато мы очень хорошо друг друга чувствуем Вот, поэтому... В общем, чего-то нужно в этом году ждать обязательно Вот, а вот в следующем году Мы собираем большой крымлевский зал Так... Это здорово! Ну, господа... Это случится в апреле, то есть это будет через год Мы желаем... Скажи... А вы что аплодируете нам работать там? Родион? Ну, получается это, скорее всего, какая-то дата Творческой жизни на сцене или... Просто апрель Просто апрель Просто весна, Саша Чтобы весна была настоящей Заранее все нужно делать Нет, ну, разумеется, конечно Скажи, пожалуйста Для тебя это... 14 апреля 2019 года Красиво звучит Мне тоже нравится Ну, судя даже по твоим глазам, по твоим эмоциям Ну, для тебя, конечно, это значимое, да, событие такое Ожидаемое, наверное Не вызвался просто Конечно, ожидаемое На самом деле, в прошлом году, 6 марта Мы собрали Малый зал Кремля Это тысяча человек И это было... Это было очень неожиданно И это было очень круто Потому что Собрался биток Все началось с того, что За где-то полгода Катя сказала Слушай, а давай соберем Кремль Я сказал, ты что офигела Он это подумал, наверное Про большую площадку За три месяца, да? Да ладно? Да, серьезно? За три месяца мы решили это сделать Ну, как бы Решили чуть-чуть раньше Но за три месяца мы договорили, что... Да? Ну, ладно Ну, ты доволен, да? Да, все В общем, эксперимент удался Я необычайно доволен Это был самый... Самый крутой концерт В моей жизни с моим участием У нас было сумасшедшее шоу У нас было огромное количество гостей, участников И... И приняли хорошо, кстати Это тоже приятно Я думаю, что гостей и участников 14 апреля 2019 года Будет в разы побольше, что-то мне подсказывает Ну, там зал больше, опять же Я думаю, что все, кто захочет прийти По месяца, хотя я думаю, я надеюсь, что их будет больше Ну, я тебе честно хочу сказать, что мы ждем с нетерпением тоже И рассчитываю, что там еще... Ну, два кресла уже точно у тебя занято в Кремле Пользуясь служебным положением Хотелось бы не только занимать места на хорошие концерты, друзья Но и объявить сейчас небольшую паузу Мы скоро вернемся Студия 89,9 Концертный зал Реклама Ночи из сумасшедших скидок в Багобар Только ночью скидка 50% на меню кухни и бара Акция действует с воскресенья по четверг Подробности по телефону 495-532-5320 Страна ФМ Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24 Концертный зал С Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Друзья, по-прежнему в концертном зале телерадиоканала Страна ФМ Родион Газманов и его музыкальная банда Банда Рода У следующего трека пока еще нет видеоряда Мы его с нетерпением ждем, потому что Родион пообещал, что у песни появится клип фары Прямо сейчас в эфире Я жил в одиночестве И каждый день был страшным кошмаром Я жил в одиночестве И каждый день был страшным кошмаром Но тут появилась ты Любовь в мое сердце попала Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Когда мы увиделись Сердца опалыхнули пожаром Когда мы увидели Сердца опалыхнули пожаром А два одиночества Это ли не классная пара Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары В начале истории Земля была раскаленным шаром В начале истории Земля была раскаленным шаром Вчерашнее новое Сегодня называется старым Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Фары Ещё раз, припи свои лампочки И в мои перегоревшие Фары Ты самая лучшая, что со мной случалось Когда-то Самая лучшая, что со мной случалось Когда-то Ты мне очень нравишься И дело остаётся за малым Вкрути свои лампочки Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие Фары, 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 фары Браво! Ну лампочки приносят на концерт, Родион? Девчонки, деньги не кидают на сцену? Но подходит и просит вкрутить И просит вкрутить Слушайте, до конца года мы узнаем Где на Ямайке или в Латинской Америке Будет сниматься видео на эту песню А, всё-таки там, да Ну не знаю У нас своя Латинская Америка есть О чём разговор? Всё, Саш, выведали в Крыму По поводу песни Кстати, она была написана абсолютно неожиданно И очень быстро Вот Я хотел сказать, что всё, что у меня получается хорошо Получается неожиданно и очень быстро Но это не так Я на Фейсбуке как-то раз увидел Как одна моя знакомая Уговаривает другого моего знакомого Прийти к ней домой, чтобы вкрутить лампочку в фару У меня перегорела фара в машине Она, как уговаривала, записывала на видео? Нет, это было в комментариях У меня в комментариях по какой-то фотографии Я посмотрел и сразу у меня вот это вот Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары Я понял, что самое главное Это бытовая история такая История, это песня, которая основана на реальных событиях И ни одной лампочки не пострадала, кстати Хотя, когда я потом спросил у приятеля Ну как? Вкрутил? Да Поэтому Это хорошо Правда, они потом стали перегорать всё чаще и чаще И поэтому вкручивать приходилось тоже, наверное Там вкрутили так, что всё уже На самом деле Вообще, песня про весну Потому что, когда у человека Что бы у него ни случилось Там перегорела лампочка Или Сердце разбито Или что-то ещё плохо Когда у человека появляется в жизни любовь Всё становится не то, что прям всё хорошо Но немножко лучше А иногда это всё, чего нам, в принципе, не хватает Слушай, по поводу лампочек Ты сам Рукастый парень Как вообще? Дома что-то делаешь? Любишь мастерить? Или времени нет? Ты постоянно на гастролях? Лампочки вкручиваешь фару Был вопрос про японскую делегацию Говорит, у вас прекрасные дети Всё, что вы делаете руками Всё очень-очень плохо А на самом деле Лампочку-то я могу вкрутить Вот Всё остальное Не знаю, я предпочитаю делегировать Хорошо И так давно был День счастья И Родион написал у себя в Инстаграм О том, что для него То есть для тебя Родка, да, счастье Ну ты помнишь, что ты написал Счастье это Команда потрясающая Мои музыканты И вот выступать, поклонники И всё это дело Классная же команда Прекрасно Шикарно, мы действительно в восторге В полнейшем А есть ли что-то, что Может быть тогда на втором списке На втором месте твоего Вот этого хит-парада Счастье Ну Вообще то, что я делаю Меня делает счастливым И Я считаю, что когда твое У тебя есть дело Которое у тебя Хорошо получается И Даете возможность Жить Иногда отдыхать И продолжать Заниматься этим делом Это есть счастье Я думаю, что Когда У тебя есть Несколько вещей Каждый из которых По отдельности делает тебя счастливым Это вообще Уже очень жирно получается Хотя бы одна вещь Которая делает тебя счастливым Уже хорошо Ну что-то помимо музыки Всё равно доставляет тебе Удовольствие Может быть путешествие Да, или что-то ещё Когда я отдыхаю От музыки тоже получаю Удовольствие Но моё счастье Всё-таки здесь Всё-таки всё Сцена Музыка Отсчастливим его, Саша Конечно Следующая музыкальная Следующая песня называется «Полюса» И, кстати, это премьера Да Смотрим, слушаем И опять листопадь И опять не в попадь Поменяются даты в разных частях земли И опять я попал И опять я попал И опять я попал В западню сапфировых снов о глазах твоих И кто-то на небесах Поменял блюса На полчаса И выключил свет И так просто сравнял Осень в городе «Н» С весною в городе «Н» Осень в городе «Н» С весною в городе «Н» И опять тишина И опять тишина И мой город сегодня чем-то на твой похож И опять-то темна И опять-то темна Над Москвой Метель Над Манхэттеном Снова дождь Ведь кто-то на небесах Поменял блюса На полчаса И выключил свет И так просто сравнял Осень в городе «Н» С весною в городе «Н» Осень в городе «Н» С весною в городе «Н» Я хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой В разнобой Новый год На разных частях земли И стежинки звенят Облетают меня И дождинки И дождинки мерцают В синих глазах твоих Ведь кто-то на небесах Поменял блюса На полчаса И выключил свет И так просто сравнял Осень в городе «Н» С весною в городе «Н» С весною в городе «Н» «Н» С весною в городе «Н» Где-то далеко сейчас, наверное, осень На каком-то континенте А у нас весна и премьера Песни от Родиона Газманова Спасибо Песня «Полюса» Спасибо тебе большое Красивая И опять красивая песня Красивая песня, да Это первая, кстати, песня В череде всего, что прозвучало Которую сделал другой сам продюсер Павло Шевчук За что ему огромное спасибо Если он нас сейчас слушает А написана песня тобой, да? Песня написана мной Павло записал Писал альбом для «Зимфиры» Мумитроли Еще куча-куча-куча всего Круто А его постоянный проект Это «Моя Мишель» И это очень-очень круто Таня Ткачук Большой привет, да, передаем Вот, и мы недавно встречались С ним и с Таней В кафе «Мишель» И это было такая «Мишель, Мишель, Мишель» Ну да, в общем Я очень впечатлил с этим совпадением Скажи, пожалуйста, когда ты все-таки Понял, что ты Оставляешь все остальное И теперь только занимаешься музыкой Потому что, понятно, было и образование, и работа В общем, все было И несколько другое Образование помогает и в музыке тоже, на самом деле Шикарно Да Финансы надо уметь считать, правильно Да, я хотел сказать, что я считаю в уме Быстрее директора, но это уже не так Директор натренировался и все Родион Скажи, пожалуйста Что касается именно музыкального жанра и направления Здесь у тебя не было никогда поисков сомнений каких-то? Ну, у меня было очень много таких Такого рок направления в том, что Я хотел сказать в раннем И, в принципе, да, наверное, в раннем Конечно Потому что первую песню свою я написал Ну, то, что можно было назвать песней То, что, кстати, мы до сих пор иногда исполняем Песня «Зачем?» Это ДНК ты имеешь в виду? Да, это группа ДНК Еще до того, как группа называлась ДНК И гораздо раньше того, чем Того, как эта группа перестала так называться Песня называется «Зачем?» И это был такой прямо ракешник И вот в таком стиле было написано много чего Из них в репертуаре В постоянном практически ничего не осталось Просто сейчас много песен И если выбирать так, чтобы программа была такой Насыщенной, интенсивной и веселой То очень много вот таких песен в рок-режиме Из программы, к сожалению, отвалились Ну, а что же ты в итоге Почему ты решил не стать рокером? Я посмотрел, какие песни лучше отражаются в глазах зрителя И понял, что вот я-то брал именно такие песни В каждой вещи Я, в принципе, когда пишу вещь Я хочу, чтобы она оставалась в душе Я хочу, чтобы в нее верить, чтобы ее можно было слушать Можно было пересказывать Чтобы песня имела какой-то смысл Вот И, наверное, это одна из тех причин По которым я не так часто, в принципе, пишу новые песни Какой-то некоммерческий подход совершенно Ну, Саша, с одной стороны С другой стороны, как раз коммерческий А что если прямо вот в середину сердечка То будет и успех Да Я считаю, что любимым делом нужно заниматься на совесть Правильно Да Между прочим, по всем участникам команды Очень приятно, что Родион даже спрашивает Своих подписчиков, какие песни исполнять, правильно? Да Я спросил сегодня у себя в инстаграме и остальных соцсетях Какие песни хотели бы люди услышать И вот, собственно, песни были составлены из этого списка Ну что, тебя удивили они, скажи? В принципе, нет Кстати, Люси практически не упоминалась И это, кстати, очень здорово Неужели когда эта песня уйдет из твоих концертов? Я не исключаю этого, но вот сейчас у меня уже Если какое-то время я хотел песни отказаться Ну это должно пару поколений уже уйти там, да? Не надо, не надо отправлять эти поколения куда-то Я на самом деле считаю, что вот если раньше я хотел эту песню как бы Побыстрее исключить репертуар То сейчас у меня уже какая-то ностальгическая любовь к ней И у многих так И расставаться с ней было бы просто жалко Следующая песня у нас какая будет? Расскажи Следующая песня не из-за того, что ее очень много просили в сетях А потому что это любимая песня нашего замечательного директора Песня называется «Одни» Готовы? Поехали! Осенний парк, осенний сон И двое под зонтом Осенний дождь прошел по всей планете Касание губ, движение рук им хорошо вдвоем Они сейчас одни на белом свете Когда-нибудь наступит ночь и к ним придет печаль Разлуки так же часто, как и встречи Последний взгляд, пустой перрон Вагон летящий вдаль И снова он один на белом свете Вот его глаза, ее глаза Два бездомных, два бессонных круга Летний ливень, поздняя гроза И они увидели друг друга И они увидели друг друга И они увидели друг друга И все вокруг наперебой Кричат, чтоб все не так Какой пустяк Какой пустяк О чем судачат в свете Они вдвоем Им не слышны чужие голоса Они сейчас одни на белом свете 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 Они на белом свете Они на белом свете Они на белом свете Родион Газманов на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, сам пишет, сам поет. Родион, расскажи, пожалуйста. И танцует еще. Да, вот мы знаем, что... Пританцовывает. Пританцовывает, да. У тебя в коллективе есть прекрасная Василина Краснослободцева, которая замечательно подпевает и поет. А есть ли такая возможность, спрашивают поклонники творчества Василины, что будет целая песня для нее? Может, напишешь? Или есть, а мы не знаем. Как давно я об этом прошу. А, да? Конечно. Значит, сделаем, конечно. Когда, скажи. Вы все свидетели. Я так понимаю, что Василина дала ведущим взятку сегодня. Я на самом деле, у меня очень сложно ставить какие-то задачи музыкальные. У меня песня прям рождается, и это случается. Поэтому я думаю. Ну тогда женись хотя бы. Что? Раз петь, ну или песню написать, или жениться. У нас в коллективе просто... Я объясню. У нас в коллективе межплавовые связи запрещены. Ага. Вот. А однополые не поощряются. Все строго, да. Хорошо. Давайте тогда перейдем к аксессуарам, если вы не против. Я про браслеты ваши, да. Потому что, ну вот у большинства участников команды... У большинства. Здрасте. У всех. А, у всех все, теперь я увидела. Да, у всех абсолютно. У всех, и у Кати, и у звукорежиссера. Кстати, у Иветы пока нет. Ну, Руд, расскажи, если это, да, если это мне секрет, а не тайна. Это Мэй Хи, чтобы ты знал, где кто находится. Это какие-то специальные амуляторы. Ну, там шокер встроен просто, да. И когда участник косячи сразу, вот, и что-нибудь происходит. Нет, на самом деле, это браслет, который я начал носить первым в коллективе. Так. И практически, нет, не сразу, когда я ушел в музыку, это было, когда я был первый проект точь-в-точь, да. Четыре года назад. Вот. И я этот браслет, он мне настолько как-то стал родным и близким, что я его носил на каждый образ, который я делал в этом проекте. Чтобы тебя узнавали. Нет, просто вот как-то, ну, удача, может быть. Я думаю, что это, наверное, мой талисман. Ты его зарядил правильно. Да, и в этом году такие браслеты появились у всех участников его коллектива. Но это с твоей, ты постарался, ты приобрел. Это директор сделал такой подарок, такой сюрприз в Новый год. Ну, правда, очень красивый, очень стильный, прям можно рассматривать, рассматривать. Причем здесь каждая кнопка, здесь что-то значит. А это пуговицы или нет? Это пуговицы, они открепляются. Ага. Прямо скорее кнопочки. Мы можем даже ими меняться периодически, иногда даже во время концерта. И, да, и, кстати, можно по настроению судить. Если, например, все кнопочки черные, лучше не подходить, это знак такой дает. Не расстраиваться, не раздражать, боже упаси. Нет, всегда можно подходить, на самом деле. Вот. Если я не кусаюсь, а если кусаюсь, то расстояние не помеха. Как поживает... Отодвинусь сразу. Как поживает Шелдон, расскажи. Шелдон прекрасно поживает. Для тех, кто не знает, это мой кот. У него есть целая рубрика в моем инстаграме. И у меня даже спросили, слушай, а ты не хочешь моему коту завести отдельный инстаграм? Это что, дурак, что ли? Зачем? Я половину лайков потеряю сразу. Вот. Пока Шелдон лидирует. Он набирает больше лайков, чем даже моя фотография со шнуром. Вот. Видимо, котики все-таки лидируют в интернете. В феврале его поздравляли с днем рождения. Сейчас сколько ему? Шесть, семь? Сколько? Ему шесть. Уже с чем-то. Ну, я так понимаю, потом что-то там... Он холостяк? Он, да, убежденный. Убежденный. Но он же в вашей банде. Он в вашей банде, поэтому... Не будем углубляться. Почему именно так? Вопрос, да, почему именно так? Но в нашей банде он такой один, сразу говорю. Друзья, у нас продолжается концертный зал. Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ» Родион Газманов. Вопрос к тебе по поводу песен. Скажи, пожалуйста, а может ли так случиться, что песня Олега, Газманова, еще появится вот в твоих новых работах? Может быть, что-то у папы такое вот написалось, и он тебе... Как у вас происходит? Кстати, нет, на самом деле в нашем репертуаре есть песня, которая написана отцом. И песня Люси, и песня «Танцубок молодой» исполняется на концертах. Это мы знаем много-много лет. Это песня «Последний снег», которая, кстати, тоже была на радио, и которая так в сезон нет-нет да появляется. Это песня «Факт», которую в свое время... Которую отец вообще не исполнял, написал для себя, но как-то она у него не зашла в репертуар. И ее первым исполнил Владимир Пресняков, кстати, у которого сегодня юбилей. Да, и мы поздравляем его с этим юбилеем. И огромная честь с ним быть знакомым. Все-таки это один из столпов музыкальных нашей эстрады, и это очень здорово. Вот, и эту песню мы тоже исполняем периодически, но вот я посмотрел сейчас на программу, я так не задумывал, но кроме Люси все остальные песни написал я. Молодец. Ну, как тебе кажется, а может ли такое произойти, что через какое-то время твоя песня окажется в репертуаре Олега Газманова? Ну, самое интересное, что это уже случилось. На закате? Нет. Песня, которая называется «Муза и стерва», я еще тогда, когда ее написал, я музыкой всерьез не занимался. Она же дуэтная вроде, или я путаю? Она была дуэтной, но отцу так понравилось, что он попросил, чтобы я включил ее в его альбом. В итоге в его репертуаре есть моя песня, даже он периодически ее исполнял на концертах. Ну, потрясающе. Олегу большой привет. И сейчас следующий номер нашей программы. Что за произведение? Песня называется «Шанс». Поехали! Из бесконечных ночей и ожиданий пустых Берет сюжет моя история Я был неправ, ты прости подробности Опустим, кто же ты, кто же я, Как вернуться? Дай мне шанс! Я пробел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Дай мне шанс Мне очень трудно поверить Пускай привык отпускать И уходить не обернувшись я Но без тебя мне теперь Мне выносимо грустно Где же ты? Где же я? Как вернуться? Дай мне шанс Я пробел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Вставай историю В спец повернем Твою Пускай О том, что мы снова вдвоем Поют, 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 поют Дай мне шанс Дай мне шанс Я пробел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Я в минутах у цели Как трудно поверить Как я живность тебя Дай мне шанс Я пробел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Я в минутах у цели Как трудно поверить Как я живность тебя Дай мне шанс Я в минутах у цели Как трудно поверить Дай мне шанс Дай мне шанс Я в минутах у цели Дай мне шанс Прекрасно Ребята в роскошной форме Сейчас все меньше и меньше снега Все больше и больше асфальта Свежего теплого воздуха Что? Велосипеды, ролики В роскошной форме, но без погон А ты видел, как сейчас они прыгали всю песню? Какие ролики, какие велосипеды? Часть На самом деле у меня После каждого концерта Где-то в конце Песни 10-11 Мои умные часы Говорят Поздравляем, вы выполнили свою дневную норму нагрузки Спасибо И рука за бутербродом Нет? На самом деле я после концерта Считаю, что я прямо заслужил Святое право В чем себе не отказываюсь Заточить бургер Я это периодически делаю Вот, кстати, здесь, по-моему, у всех по-разному Кто-то наоборот не может не есть Не пить или только может пить А у тебя такой здоровый, хороший аппетит Где-то первые полчаса после концерта Я не могу вообще ничего То есть мне нужно Бережно погрузить в тачку Вывалить в ванну со льдом И там оставить шипеть А потом как-то все потихонечку Возвращается Концерт это колоссальный энергетический выброс Конечно, но ведь это же и получение Ты получаешь Но физически ты отдаешь очень много У меня концерт Где мы Одна из площадок в Крыму в прошлом году Где мы выступали Меня наряд полиции вел От концерта к гримерке Просто вот так вот под ручки Потому что я сам это не мог У меня было ощущение как У меня просто два позвонка Вот так вот вытащили И все Вот, но потом это все Это все включается В общем концертный фитнес, Александр Ну в общем да Абсолютно Ребята крепкие в команде все Да, и в общем Василина, если что Тоже очевидно не бросит В беде подключиться Ну у нас У нас С нашего коллектива Уходит Я не буду говорить Мы вместе с Леонидом Делаем планку Вот Демонстративно Чтобы показать Что есть и другие радости В жизни Дорогие друзья А Рома у нас Прыгивает на скакалке Например Рома сейчас не прыгает У Рома нога сейчас болит Поэтому пока Рома смотрит С завистью Прыгает на скакалке Это когда скакалка лежит На земле Ты ее топчешь А прыгает со скакалкой Правильно я же говорю, да? Со скакалкой Ну в принципе Используя скакалку Хотя в принципе можно Прыгать держа скакалку В руках И тоже В принципе прокатить Я так понимаю Судя по тому Что команда молодая Все ребята Как вы говорите У вас там уже запрещены Какие-то взаимоотношения Там на стороне все такие Холостяки Я только что понял Что я в этой команде Старше всех Я хотела что сказать Гастрольная жизнь В кайф П απ Конечно Вот это вот было Ребят, как вам 24 концерта в марте? Нормально? Поменьше может быть? Мало. То есть пока вы возвращаетесь домой В Москву-то так неохотно Ууу мыуки сейчас лучше Еlights и ганули в другой какими Нашей страны Все войска всегда с удовольствием Да? Да? Да Вот мы на самом деле Вот концерты Которые Такое легкое чувство Твои недостаточности оставляют, когда приезжаешь, 3-4 песни спеть, и все, дальше домой. И тут только раскачался, и вот все, раз, и тебя отобрали. Хочется все-таки больше. Поэтому сольники, сольники, больше сольников. На апрель что у тебя? На апрель у нас куча поездок. Я боюсь, Катя сейчас чешет голову, что у нас в апреле. У нас много в апреле. Но в конце месяца мы поедем в совершенно... не поедем? Что? Как это? Мне кажется, после сегодняшнего эфира они станут понимать себя еще лучше друг друга. В общем, небольшое производственное совмещание в коллективе «Родион Газа». Я хотел сказать, что мы поедем в Вытигру, но мы-то тоже не поедем, к сожалению. Это место не очень далеко от Петрозаводска. В котором ты около озера стоишь, и место, где вода встречается с небом, определить невозможно. Красота. И там очень тихо, там очень хорошо. Вот Катя сейчас думает, как бы так сделать, чтобы просто поехать. Мы желаем вам, чтобы поехали. У нас остается совсем мало времени до конца часа. Нам нужно спеть песню финальную. Ну и в конце пару слов, как быстро время пролетело. Ужасно. Не хочется отпускать таких ребят, а мы что будем делать. Будем приглашать еще, Саш. Да. Они же придут. Игорь, чуть-чуть громче мою гитару. Бывает такое время, когда людям очень-очень нужны силы и вера в себя. И вот эта песня как раз про таких людей. Девять жизней отпущено кошке, И всего лишь одна человеку. Я хочу у тебя на ладошке сгореть И воскреснуть, как феникс из пепла. Мне не нужен ни паспорт, ни виза. Я снижаюсь по милости ветра. По пути, огибая карнизы, Возрождаюсь, как феникс из пепла. Богу, 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 во вольному воля, Чтобы вера в победу окрепла. Только знала б ты, как это больно Возрождаться, как феникс из пепла. И опять я в закат улетаю. Видно, вечность не мой собеседник. Сколько раз уходил навсегда я. Только этот опять не последний. Феникс из пепла 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 Потрясающе! Красивица! Господа, если что-то у вас не работала, какая-нибудь бытовая техника дома или перегорели лампочки, сейчас должно все включиться, все заработать. Родион, скажи, пожалуйста, чье мнение для тебя было, ну, может быть, за последнее время самым таким «вау», что тебя там оценили, кто-то, может, сказал, может, похвалил, может, про новую песню что-то сказал? Чьи комментарии, может быть? На самом деле, я думаю, что лучшее признание песни, когда ее с тобой вместе начинает петь зал. И вот это самое главное признание и самый главный комплимент, на который я могу рассчитывать и надеяться. Ну, вот мы, например, с Ромой уже точно, как мы, половину из плевелиста твоего пели вместе с тобой наизусть от начала до конца. Учите другую половину теперь. Концерту в Кремле, конечно, я думаю, выучим вторую половину и еще новые-новые песни. Клипов желаем. Да, хотим поблагодарить вот каждого-каждого-каждого участника. Спасибо. Потрясающая команда, шикарный музыкальный вечер. Программа пойдет в повторе, а может быть, даже три, а то четыре раза. И, кстати, хочется сказать большое спасибо не только за то, что это прекрасный музыкант, а за то, что это настоящая группа друзей. Вот мне так показалось, что это, безвестили, не намышленники. Стая товарищей. Ну, а весна теперь точно придет, потому что мы зарядили пространство позитивом, за что спасибо Родиону Газманову. И его коллективу. До новых встреч. Пока, друзья. Первый и единственный в России музыкальный, информационный.